Добрый день, коллеги. На сегодняшнем вебинаре мы рассмотрим, как создавать собственные семейства с нуля. Мы изучим механику работы основных инструментов, которые будут необходимы в первых шагах по моделированию семейств. Создадим два собственных семейства – настенный светильник и задвижку ВК. Мы специально выбрали семейства по разным дисциплинам, чтобы проиллюстрировать, что методика создания является универсальной. Вообще, тема создания собственных семейств является достаточно серьезной и объемной. Но если вы ее освоите, то приобретете ряд очень полезных навыков. Как сегодня будет построена работа на вебинаре? Каждый из этапов создания настенного светильника мы рассмотрим подробно на слайдах и в ревите. А в конце обзорно просмотрим ускоренную запись создания семейства задвижки по той же методике. Весь алгоритм создания семейств можно разбить на 10 этапов. Все этапы создания последовательно связаны между собой. Чтобы не допустить ошибку в каком-то этапе, нужно корректно отработать предыдущие шаги. Например, чтобы правильно построить каркас из опорных плоскостей, нужно сделать тщательный анализ. Чтобы корректно построить геометрию семейства и привязать ее к плоскостям, нужен каркас из опорных плоскостей и так далее. Прочитав все пункты этапа алгоритма, вы увидите, что в него включены множество инструментов, необходимых при работе в проекте на различных его жизненных циклах. Это работа с материалами, коннекторами, настройками видимости для различных видов, допустим, планы, разрезы, какие-то ксонометрические схемы и работа с большим количеством параметров. Давайте перейдем к рассмотрению каждого из этапов. Этап анализа является самым ключевым. Многие его, к сожалению, пропускают и не уделяют ему должного внимания, что является большой ошибкой. Без анализа велика вероятность ошибок, которые проявятся уже в процессе работы, и тогда их исправить будет сложнее и, возможно, придется создавать семейство заново. Первое, что нужно сделать, это взять большой чистый лист бумаги, линейку, цветные ручки и фломастеры. Сначала мы чертим геометрическую форму на трех основных видах. Это на виде спереди, сбоку и сверху. Далее мы начинаем накидывать каркас из опорных плоскостей. Он будет являться таким своеобразным скелетом нашего будущего семейства. На моем эскизе опорные плоскости показаны зеленым цветом. Такие штриховые линии. Практикуясь, мы будем видеть каркас любых объектов, которые предстоит смоделировать, что будет являться таким достаточно очень полезным навыком. Когда вы видите каркас любого объекта, вы уже представляете, как он у вас будет в будущем работать, изменяться, расширяться в какие стороны и проводить с ним всяческие манипуляции. После этого на всех трех видах нужно обозначить точку вставки семейства. По сути, это начало координат, где x, y и z равны нулю. Хочется отдельно акцентировать внимание на важности этого действия, что точка вставки должна быть обозначена на всех трех видах обязательно. Пусть мы потратим лишние пару секунд на это действие, чем на последнем этапе моделирования в Revit обнаружим ошибку и все придется переделывать. Завершающей процедурой у нас будет размещение на каркасе из опорных плоскостей размерных привязок в виде конкретных размеров или названий будущих параметров, например, 10, 100, высота корпуса, диаметр корпуса, диаметр диффузора и тому подобное. Нужно понимать, что эскиз – это предварительный план, и в процессе моделирования он может измениться. Это нормально. Также нужно иметь в виду, что пускай у нас уж лучше будет план, чем его не будет вообще совсем. После эскиза можно приступать к следующему этапу – построению и привязке каркаса из опорных плоскостей. Для этого мы с вами должны создать новый файл семейства на основе шаблона «Метрическая система. Типовая модель», разместить в нем основные опорные плоскости и добавить к ним всю необходимую размерную привязку, согласно нашему эскизу. Сейчас на слайде вы видите итоговый результат второго этапа. Если я пролистну на предыдущий слайд, и мы снова посмотрим на эскиз, то вы увидите, что результат в Revit похож на мой эскиз. Единственное только отличие. На эскизе у меня был параметр высота корпуса, но в процессе моделирования я решил, что этот параметр лучше назвать корпус высота. Опять же повторюсь, это нормально. Давайте переключимся в Revit и начнем нашу работу в нем. Создаю новое семейство, нажимаю кнопочку «Создать семейство» и из появившегося диалога в окна выбора шаблонов выбираю «Шаблон метрическая система. Типовая модель» и нажимаю «Открыть». Теперь мы должны выбрать вид, на котором будем чертить опорные плоскости. На панели диспетчера проекта, он у меня находится с правой стороны, он представлен в виде древовидной структуры. Есть категория «Виды». Раскрыв через знак «Плюс» категорию, мы увидим все виды, которые присутствуют в семействе. Я сейчас переключусь на вид спереди и на виде спереди начерчу часть опорных плоскостей из нашего эскиза. Почему на виде спереди? Потому что данный вид, на мой взгляд, самый наглядный и интересный. Инструмент «Опорная плоскость» располагается на вкладке ленты «Создание», «Панель», «Основа», «Кнопочка опорная плоскость». Нажав на него, Revit мне предлагает начертить опорную плоскость, указав начальную точку опорной плоскости и конечную. Я сейчас начерчу три опорные плоскости выше опорного уровня и еще три опорные плоскости ниже опорного уровня. Раз, два и три. Теперь можно перейти к размерной привязке каркаса. На вкладке ленты «Анотация» на панели «Размер» нажимаю кнопку «Параллельный» и наношу размерную привязку на опорные плоскости. Линейный размер на верхние опорные плоскости, потом цепочку размеров для верхних опорных плоскостей и опорного уровня, цепочку размеров для образмеривания высоты моей будущей пластины и два размера для толщины крыжек. Между верхней опорной плоскостью и нижней опорной плоскостью должно быть равное расстояние. Для этого, чтобы это расстояние выровнять, необходимо выбрать размерную цепочку и нажать на кнопочку «Эквивалент», которая появляется в контексте при выборе размерной цепочки. Когда я ее нажимаю, Revit выдает мне ошибку. Зависимости не выполняются. Тут нужно объяснить, почему она происходит. А причиненно, банально, просто недоработан дефолтный шаблон. Его нам придется с вами дорабатывать. Если мы переключимся на опорный уровень, то есть на вид сверху, и посмотрим на пересечение изначальных опорных плоскостей, то есть условные опорные плоскости x и y, начало координат, то увидим, что эти опорные плоскости нельзя вообще никак перенести. И даже если нам как-то их удастся перенести, то Revit выдает ошибку о том, что невозможно переместить закрепленные элементы. Эти элементы закреплены на опорном уровне. Но на виде спереди, из-за того, что шаблон недоработан, сам опорный уровень и опорная плоскость за опорным уровнем не закреплены. Что нам нужно с вами сделать? Мы выделяем эти два элемента и на вкладке ленты «Изменить», на панельке «Изменить» выбираем кнопку в виде булавки. Она называется «Прикрепить». Теперь наш опорный уровень и опорная плоскость за ним закреплены. И мы можем выровнять расстояние между опорными плоскостями для высоты нашего светильника и для высоты будущей пластины. Далее плоскостям, на которые будут привязываться концы крыжек, назначим конкретные размеры по нашему эскизу. Это 10 мм. Пластина, опять же, по моему эскизу, должна быть высотой 100 мм. Но сейчас размер выделен 762 мм. Чтобы мне его изменить, необходимо выбрать одну из опорных плоскостей. Неважно, верхнюю или нижнюю. И вот здесь слева появляются такие контекстные размеры. Наведясь на один из этих контекстных размеров, мы можем с вами вбить значение для этого размера. Так как это расстояние является половиной от моей высоты пластины, то я вбиваю 50 мм, нажимаю кнопочку Enter, и у меня изменяется размерная привязка между опорными плоскостями. Еще необходимо создать параметр, изменяющий высоту светильника. Выбираем соответствующий параметр. Он у меня равен сейчас 1562 мм. И в появившейся в контекстной вкладке «Изменить размеры» на панельке «Размеры» нажимаем кнопку «Создать параметр». Далее в появившемся диалоговом окне «Свойства параметра» я задаю ему название. Это будет корпус-высота. Так как линейные размеры – это достаточно простые параметры, дополнительные настройки по типу параметра, группированию параметра не требуются. Просто забиваем название и нажимаем кнопочку «Ок». Отдельно хочется акцентировать внимание на том, что сейчас на этапе построения каркаса из опорных плоскостей, на следующих этапах, которые мы будем дальше по ходу вебинара проходить, необходимо делать промежуточное тестирование, как работает наше семейство. Для тестирования каркаса из опорных плоскостей нужно изменять значение параметров и смотреть, как работает каркас и как двигаются связанные с нашим параметром смежные опорные плоскости. Для этого у параметра «Корпус-высота» я просто изменяю значение. Выделяю его один раз, нажимаю на контекстном значении размера и изменяю, допустим, на 320 мм. Нажимаю кнопочку «Enter», вижу, что у меня опорные плоскости подвинулись, за ними переместились размеры в привязку с опорными плоскостями 10 мм. Все хорошо. Что еще хочу сказать по поводу тестирования? Коллеги, тестирование проводим только при помощи изменения самих параметров. Ни в коем случае не выделяем опорную плоскость и просто мышкой переносим куда-то в сторону и таким образом мы пытаемся проверить работоспособность каркаса из опорных плоскостей. Когда вы перемещаете так опорные плоскости, то вы можете увидеть, что да, вроде бы параметр «Корпус-высота» изменяется, эквиваленты работают, но смежные опорные плоскости, которые были с конкретной привязкой в 10 мм, у них привязка изменилась, что нехорошо. Давайте вернемся к слайдам и двигаемся далее. Сейчас мы рассмотрим и поговорим о том, какие существуют варианты настройки опорных плоскостей. Мы предлагаем два способа настройки. Первый способ – всем создаваемым опорным плоскостям присваивать тип связи «нет» и задавать имена. Данный способ не самый эффективный, но имеет право на существование. Второй способ – для опорных плоскостей габаритных размеров назначать один вид настройки, а для всех остальных другой. У любого семейства есть габаритные размеры. Эти габаритные размеры определяются границами – по левому краю, по правому краю, спереди, сзади, сверху, снизу. Мы рекомендуем всем опорным плоскостям, определяющим габаритные границы семейства, назначать соответствующую связь и соответствующее название. Например, тип связи «вперед», имя опорной плоскости тоже будет «вперед». Всем остальным опорным плоскостям задавать тип связи «нет», а имя задавать по структуре. Название объекта плюс его положение. Например, пластина слева, пластина справа, пластина снизу, крышка сверху, крышка снизу и тому подобное. Мы заранее подготовили файлы, разделенные на этапы моделирования, где показали финальные результаты по каждому из этапов. Я предлагаю сейчас перейти снова в Revit, файл финального вида по второму этапу и посмотреть, что вообще должно получиться у нас в итоге с каркасами запорных плоскостей и настройкой опорных плоскостей. На виде спереди, слева и на опорном уровне мы видим каркасы запорных плоскостей. Нажав на любую из опорных плоскостей, допустим, нижнюю, мы видим, что это габаритная опорная плоскость, она имеет тип связи вниз, имя у ней вниз. Нажимаем на верхнюю, соответственно, будет вверх и вверх. Нажимаем на другие опорные плоскости, у всех у них будет тип связи нет и какое-то название по структуре. Часть объекта плюс его положение. Пластина слева, пластина справа, пластина сверху. На опорном уровне у нас добавляются дополнительно две опорные плоскости. Это пластина вперед, ось диффузора и тому подобное. В принципе, на этом работа со вторым этапом завершается. После построения каркаса из опорных плоскостей и его параметризации мы можем с вами переходить к следующему этапу, к третьему. Это построение и привязка твердотельной геометрии. Здесь необходимо определиться, каким типом формы мы будем создавать нашу твердотельную геометрию. В программе таких форм существует пять штук. Вот здесь на скриншоте мы их выделили отдельным фрагментом. Это выдавливание, переход, вращение, сдвиг и переход по траектории. Для нашего семейства больше всего подходят две формы. Это выдавливание и переход. Все формы должны привязываться только к каркасу из опорных плоскостей. Это ключевое правило. Также при фиксировании зависимости через замки, если требуются такие зависимости сделать, они должны быть минимальны. То есть замков в идеале у вас вообще не должно в семействе быть. Но это в идеале. На самом деле они будут, но их будет минимальное количество. На скриншоте слева вы можете видеть конечный результат того, как привязана геометрия к каркасу из опорных плоскостей. Сейчас в Revit мы создадим две формы твердотельной геометрии. Первая будет прямоугольная пластина в виде куба, которая прикрепляется к стене. А вторая будет консольная часть корпуса в виде перехода с большого прямоугольного сечения на маленькое прямоугольное сечение. После моделирования этих двух твердотельных геометрий мы переключимся на заранее подготовленный файл финального вида по третьему этапу и посмотрим, что должно получиться в итоге. Переключаюсь на вид спереди, иду на вкладку ленты создания и на панели форма выбираю кнопочку выдавливания. Revit предлагает мне начертить из линии модели эскиз моей будущей формы выдавливания. На панели рисования есть различные инструменты, которыми можно начертить контур будущей формы выдавливания. Это линии, прямоугольники, многоугольники, круги, дуги, сплайны, эллипсы и прочие инструменты. Мне сейчас удобнее было всего выбрать прямоугольник. Выбираю прямоугольник, и по каркасу из опорных плоскостей строго по нему я черчу форму прямоугольника. Когда я начертил линиями модели форму прямоугольника, Revit мне выдает вот такие замочки, что предлагает зафиксировать зависимость между линией модели и моей опорной плоскостью. Я эти замки сейчас не ставлю, в них нет необходимости, и выхожу из режима редактирования, нажав кнопочку в виде галочки «Выход из режима редактирования». У меня создается твердотельная форма, и обратите внимание, что если я сейчас перемещу опорную плоскость в левую сторону, либо вверх, то линии модели, то есть сам контур, который я сейчас выдавил по каркасу из опорных плоскостей, он двигается строго за опорными плоскостями. Это мне как раз именно было и нужно. Поэтому замки здесь нет необходимости ставить. Теперь давайте обратим внимание на вид спереди. На виде спереди, если мы попробуем изменить какой-то размер, допустим, что мы превратим в 150, то увидим, что длина нашего прямоугольника вообще никак не меняется, а должна быть тонкой и значение иметь 10 мм. Вот здесь уже для нас наступает такая жизненная необходимость, то, что нужно взять и привязать эту геометрию жестко через замки. Для этого мы идем на вкладку «Кулькуленты изменить», панелька «Изменить», кнопочка «Выровнять». Выбираю ее и привязываю к опорной плоскости, точнее указываю опорную плоскость, по которой я буду делать выравнивание. А дальше указываю грань, которую нужно подтянуть к этой опорной плоскости. Указал грань, и тут же Revit мне предлагает поставить зависимость в виде замка. Я ее фиксирую, чтобы она была жесткая. Те же самые действия делаю с другой опорной плоскостью и с другой гранью моего прямоугольника. Теперь, если я захочу изменить параметр, допустим, сделать параметр 50 мм, то я увижу, что мой прямоугольник в плане начинает ходить за опорными плоскостями. Давайте замоделируем следующую форму выдавливания. На вкладке «Ленты создания» на панели «Форума» я выбираю переход. Автоматически при выборе перехода Revit предлагает начертить профиль основания выдавливания. Я выбираю прямоугольник и черчу этот прямоугольник уже не в каркасе из опорных плоскостей, а в меньшего размера, внутри каркаса из опорных плоскостей. У нас есть правило, что мы всю геометрию должны привязывать строго к каркасу из опорных плоскостей. Здесь нам дополнительно с вами нужно на вкладке «Ленты аннотации» выбрать параллельный размер и линии модели привязать через размерные зависимости к каркасу из опорных плоскостей. Вот такое действие будет тоже считаться, что ваша форма привязана к каркасу из опорных плоскостей. Revit просто будет помнить, что от этого каркаса из опорных плоскостей нужно отступить какое-то расстояние. Вот, допустим, для основания сейчас я задал это значение в 10 мм. Теперь переключусь на редактирование верхнего профиля. Черчу точно такой же прямоугольник, но еще более маленького сечения. И давайте для него мы зададим значение в 20 мм. 20 слева, 20 справа, еще сверху и снизу. Теперь нажимаю галочку и выхожу из режима редактирования, и у меня создается моя твердотельная форма в виде перехода. Обращаю ваше внимание, что если, например, я сейчас снова начну двигать опорную плоскость, то мы увидим, что наша форма перехода строго двигается за каркасом из опорных плоскостей, но Revit помнит эти привязки. То, что для основания 10 мм, а для вершины отступ 20 мм. То есть все работает, все отлично. Давайте теперь переключимся на файлик финального вида. Это третьего этапа. После выдавливания кубика и перехода нам остается только выдавить цилиндрики для основной цилиндры для корпуса, два цилиндра для крышек и еще два цилиндра для диффузоров. Эти формы выдавливались на опорном уровне в виде окружности, и эта окружность параметризировалась при помощи параметра корпус-диаметр, чтобы можно было в будущем изменить диаметр нашего корпуса, если потребуется. После построения твердотельной геометрии можно переходить к созданию и настройке материалов. Сначала нужно соединить между собой всю твердотельную геометрию с одинаковыми материалами. В этом нам поможет инструмент присоединить элементы геометрии. Даже если твердотельная геометрия между собой не стыкуется и не пересекается, то все равно ее нужно соединить. Сейчас на левом слайде вы можете увидеть, как между собой соединены цилиндры диффузоров, которые между собой никак не стыкуются и не пересекаются. Это нормальные явления. Второе, что мы должны сделать, это создать параметры материалов. Далее мы выбираем элемент твердотельной геометрии, любой, и назначаем ему соответствующий параметр материала. На панели свойств, когда вы выберете элемент твердотельной геометрии, будет отображаться свойство, выбранное вами твердотельной геометрией. В группе материалы и отделка у параметра материалы в третьем столбце есть такая волшебная кнопочка. Она называется назначение параметров материала. Нажав ее, в диалоговом окне назначения параметров материала нужно будет выбрать уже созданный параметр материала. Дальше нажимаем кнопочку ОК, и ваш материал будет присваиваться всем твердотельным формам, которые объединены между собой. Давайте снова посмотрим в Revit, как работать с материалами. Повторю все те же самые действия, которые я сейчас описал на слайде. Идем на вкладку ленты изменить. На панельке геометрии у нас есть кнопочка с выпадающим списком соединить. И выбираю инструмент присоединить элементы геометрии. И начинаю соединять между собой кубик в виде пластины и переход. Дальше объединенный кубик с переходом я соединяю с цилиндром корпуса моего светильника. После добавляю ко всей этой сборке, точнее не сборке, а ко всем этим трем соединенным элементам, крышки сверху и снизу. Вот получается такое соединение. Теперь давайте еще дополнительно соединить между собой два диффузора. Вот соединил. Тоже они уже объединены. Следующим действием я должен буду создать параметры материалов. На вкладке ленты файл, панелька свойства, нажимаю кнопочку типоразмера в семействе. Здесь я уже заранее создал два материала под названием материал диффузора и материал корпуса. Настройки у этих параметров категория общие, тип параметра материала и группирование параметров материала и отделка. Значит, сгруппировали мы их специально в эту подкатегорию для того, чтобы параметры, то есть размерные параметры, параметры материалов, они уже отделялись визуально и было удобнее с ними работать. Окей, материалы условно мы создали. Давайте теперь мы создадим сами материалы для параметров и для твердотельной геометрии. Для этого на вкладке ленты управления на панельке параметры выбираю кнопочку материала. У меня загружается диалоговое окно диспетчер материалов и в нем я уже могу создавать новые материалы. Как правило, новые материалы создаются на основе материала по умолчанию. Мы выбираем материал по умолчанию левой кнопкой мышки, потом щелкаем на нем правой кнопкой мышки и выводим контекстное меню. Здесь выбираем функцию копировать и наш материал по умолчанию копируется. Потом мы должны ввести ему какое-то название, какое-то название, неважно. После этого обязательным действием вот здесь справа переходим на вкладку представления и в самом правом верхнем углу нажимаем кнопочку дублирования компонента. Это обязательное действие, которое вы должны сделать при создании нового материала. То есть все, у вас новый материал создался. Остается теперь его только настроить. Вот здесь справа на вкладке идентификатор, раскрыв ее, вы можете задать какое-то описание материала, комментарии, кто изготовил, какие-то ссылочки дать, маркировку, неважно. То есть работайте с материалами. На вкладке графика, она для нас сейчас будет более важна, вы делаете настройки для различных видов. То есть, допустим, тонированного вида, вида с заливкой, как у вас отображается материал на разрезах, на поверхностях, цвет этого материала, штриховку этого материала, цвет штриховки. То есть вот эти все настроечки вы настраиваете. А на вкладке представления вы можете дополнительно настроить, как ваш материал будет отображаться при рендере, когда будет идти полная визуализация проекта. Еще как можно работать с материалами. Можно материал подгрузить уже из существующей библиотеки. В нижнем левом углу у меня есть список подгруженных библиотек. Нажав на кнопочку еще ниже в виде папочки и гаечного ключа, вы можете подгрузить через дополнительные функции еще какие-то свои библиотеки. У меня сейчас здесь загружена дефолтная ревитская библиотека материала AEG и три корпоративные библиотеки. Материалы, Generic Materials и Synergy System Texture. В библиотеке Synergy System Texture созданы заранее два материала для вебинара под названием Корпус и Диффузор. Я сейчас эти два материала добавлю в файл моего семейства. Мы наводимся с вами на материал, нажимаем на кнопочку справа в виде стрелочки вверх «Добавление материала к документу» и наш материал добавляется в файл семейства. Только конкретно в этот файл. Те же действия повторяю с материалом диффузора. Ок. Нажимаю «Ок». Потом снова возвращаюсь в диалоговое окно типоразмера в семействе. Кнопочка на панели свойства располагается. И назначаю для материала диффузор материал диффузора, а для материала корпуса – материал корпуса. Ок. Дальше нажимаю «Ок». Теперь выбираю любую из твердотельных геометрий. Например, выберу переход, форму перехода. На панели свойств появится свойство моей твердотельной формы. И в разделе «Материал отделка» у параметра материала в третьем столбце нажимаю кнопочку назначения параметра материалов. Она здесь маленькая, но заметная. И назначаю для моей твердотельной формы материал корпуса. Нажимаю «Ок» и обратите внимание. Очень важный момент – то, что материал корпуса передался всем соседним соединенным с моим переходным элементам. То есть это цилиндрику корпуса, цилиндрику крышек и самой металлической пластины. Поэтому является важным соединение всех твердотельных элементов, у которых будет одинаковый материал. То есть вы его берете и назначаете просто параметры материала один раз. И не надо тыкать каждый раз в отдельные твердотельные элементы. Каждому элементу назначать свой параметр. И в завершении давайте назначим параметры материала для диффузора. Окей. Я вернусь сейчас снова на слайды и продолжим по следующему этапу. Следующий этап – это создание основного семейства. Мы используем следующую рабочую схему – схему структуры создания семейств. Геометрия создается в одном семействе, оно будет называться вложенным. И загружаем его в другое. Основное. Основное семейство непосредственно вставляется в проект. Во вложенном семействе, кроме геометрии, будут параметры геометрии и материалов. Это мы только что с вами сейчас рассмотрели на предыдущих этапах. А в основном семействе общие параметры для марки спецификаций, а также будут параметры материалов и коннекторы, которые мы посмотрим на следующем слайде. Важное дополнение. Параметры основного семейства будут связываться с параметрами вложенного семейства геометрии. Это нужно для того, чтобы вы могли изменить габаритные размеры светильника по высоте, по диаметру корпуса. Либо, например, вообще заменить материалы на какие-то типовые, чтобы он у вас был целиком, как у меня сейчас на слайде показан, одного материала. Такая структура показала себя как наиболее эффективная, так как она позволяет корректировать семейство в процессе работы над проектом без каких-то глобальных ошибок. Или появление каких-то иных ошибок, которые ломают вам системы, ломают вам работу с материалами. Либо же у вас при изменении габаритных размеров ползет геометрия. Давайте поговорим сейчас про коннекторы. Что такое коннектор? Коннектор – это визуальный соединитель, который позволяет соединить один инженерный элемент с другим. И передать информацию о расходах среды, потерях давления, какие-то электрические нагрузки и тому подобные данные. На слайде пример трубопроводной системы с задвижкой. Направление потока жидкости идет слева направо. Части труб соединяются с задвижкой через коннекторы на концах трубы и задвижки. С помощью инструмента присоединения коннекторов мы добиваемся объединения элементов в систему и передачи всей инженерной информации. В Revit есть два варианта размещения коннекторов. Это на грани или на рабочей плоскости. Способ размещения на грани имеет существенный минус при корректировке семейства. Если нужно удалить геометрию, также удаляется настроенный коннектор, что плохо. И здесь мы становимся очень жестко зависимыми от постоянного наличия твердотельной геометрии, которую нельзя удалить. Также при замене удаленного коннектора на новый и последующей подгрузке семейства в проект могут появляться ошибки о разрывах системы, что тоже доставляет неудобства. Это все урезает нам поле для маневра при корректировке семейства. Мы предлагаем размещать коннекторы на опорных плоскостях. В этом случае геометрию можно изменять, проводить различные корректировки, удалять и делать с ней все, что угодно. Коннекторы от нее будут уже независимы. Это нам даст возможность размещать неограниченное количество вложенных семейств в основном семействе. Например, геометрию с высокой степенью детализации, геометрию с низкой степенью детализации и какое-нибудь условное графическое обозначение для косметических схем на низкой степени детализации. Теперь не нужно все держать и параметризировать в рамках одного семейства. При размещении коннекторов на опорных плоскостях есть один очень важный нюанс. Необходимо указывать имя рабочей плоскости. Без этого никуда. Вот поэтому на втором этапе мы рекомендовали вам давать название всем опорным плоскостям, чтобы чуть позже вы смогли разместить коннекторы. Еще одним камнем предсказания у большинства пользователей является вопрос о настройке коннекторов и как правильно это делать. Мы рекомендуем настраивать коннекторы аналогично тому, как настроены стандартные семейства Revit, устанавливаемые вместе с программным обеспечением. Путь, по которому хранятся стандартные библиотеки, вы можете видеть в нижнем левом углу слайда. По сути, ваша задача сводится к тому, что необходимо зайти в эту дефолтную Revit библиотеку, найти аналогичное семейство, которое вы сейчас моделируете и полностью скопировать настройку коннектора. В принципе, все. Хочется сказать, что в нашей компании в 75% случаев нам хватает стандартной настройки коннекторов. Если что-то в проекте не то, то уже приходится выкручиваться и как-то коннектор перенастраивать. Но повторюсь, в 75% случаев стандартной настройки нам хватает. Сейчас я снова переключусь в Revit и мы создадим основное семейство. Но прежде давайте я сохраню семейство вложенной геометрии, над которым мы сейчас трудились половину вебинара. Сохраню я его под именем геометрия и закрою. Оно мне уже пока больше не понадобится. Создаю новое семейство. Опять же, на основе шаблона метрическая система типовая модель. Первым делом в основном семействе я изменяю категорию. Это у меня будут осветительные приборы. Категория меняется на вкладке ленты создания, панель свойства, кнопочка категория и параметры семейства. Здесь выбираем категорию. Я ее уже выбрал. Далее размещаем коннектор на опорной плоскости. Перехожу на вид спереди. На вкладке ленты создания, панелька соединитель, выбираю коннектор, электрический соединитель. Revit автоматически мне предложит его разместить на грани. Вот поэтому, почему во всех семействах, которые большинство в открытом доступе в интернете, либо же где-то вы могли их скачать, либо кто-то с вами мог поделиться, почему коннектор располагается на грани? Потому что Revit автоматически предлагает разместить их на грани, и пользователи не задумываются, что есть иные варианты размещения. Мы переключаемся с вами на рабочую плоскость. И как только я переключился и отвожу курсор в сторону, автоматом появляется диалоговое окно выбора рабочей плоскости. В списке имени из рабочих плоскостей я должен указать рабочую плоскость, на которой я буду размещать свой коннектор. Меня в принципе устраивает рабочая плоскость по центру вперед-назад. Я нажимаю кнопочку ОК, и у меня появляется коннектор. Вот такое пространство. И они не привязаны вообще к геометрии. Следующим этапом нам нужно вставить геометрию в основное семейство. Мы уже посмотрели создание основного семейства и размещение коннекторов. Теперь можно только вставить геометрию. В принципе, у нас этот слайд самый короткий. Я не знаю, мы не придумали, что про него можно сказать. Тут просто надо перейти в Revit и вставить в основное семейство геометрию. Переключаюсь на опорный уровень и на вкладке ленты вставить, на панельке загрузить из биоплиотеки, нажимаю кнопочку загрузить семейство. Иду в папку, где я сохранил вложенное семейство геометрии под именем геометрия, выбираю ее и нажимаю кнопочку открыть. И мое семейство подгружается в основное. Я его могу увидеть в диспетчере проекта, раскрыв древовидную структуру категории семейства и разместить его отсюда, нажав кнопочку создать экземпляр через правую кнопку мышки контекстного меню, либо же на вкладке ленты создания на панели модели выбрать компонент, по сути это размещение компонента, только что загруженного, и разместить мой светильник. И размещаю его в начале координат. Так, и на 3D-виде я могу увидеть то, что вот он в принципе разместился, разместился корректно, и коннектор находится на задней стенке пластины. При этом я его могу перетащить, либо вообще удалить. Коннектор у меня останется, а с геометрией я могу делать все, что угодно. Так, теперь двигаемся дальше. Нужно сказать несколько слов о настройке видимости элементов в основном семействе. Мы выделяем 4 основных рабочих способа. Первый способ самый простой. На всех степенях детализации включена видимость одной и той же геометрии. Этот способ мы применим сейчас со светильником. То есть он самый простой, здесь все настройки дефолтные, все включено. Вот, ничего сложного. Второй способ, чуть посложнее. Когда нужно использовать две степени детализации, это простую и более детальную. Тогда видимость простой геометрии мы включаем только на низкой степени детализации. А видимость для геометрии на высокой степени детализации мы включаем на сведень и на высокой. То есть таким способом у нас как бы в семейство подгружены две геометрии. Мы производим разделение для различных степеней детализации. Третий способ похож на предыдущий. Только вместо простой геометрии используется условно-графическое обозначение в виде линии модели. И последний способ, четвертый. На каждой степени детализации разное отображение. УГО на низкой степени детализации. Геометрия простая на средней степени детализации. И геометрия детализированная на высокой степени детализации. Следующим этапом, даже, наверное, можно сказать, не следующий этап, а параллельно с настройкой видимости элементов, можно осуществлять девятый этап. Это добавление общих параметров в основное семейство. Эти параметры можно разбить на три категории. Первая категория – это параметры, регулирующие габаритные размеры семейства. Номинальные размеры коннекторов, параметры, задающие определенные свойства коннекторов. То есть какие-то параметры, которые отвечают за регулировку габаритов и номинальных диаметров. Что-то такого глобального, что зависит от габаритных размеров в целом. Например, электротехнические параметры, параметры расхода, потери давления еще тоже могут играть в этом свою роль. Вторая категория – это параметры для спецификаций, а именно для девятиграфики. Это наименование, модель, код оборудования, завод-изготовитель, что там еще может быть, единицы измерения, ну и прочее. В общем, девятиграфика по ГОСТу. Третья категория – это параметры, необходимые для эксплуатационных служб. Например, серийный номер оборудования, дата введения в эксплуатацию, дата планового технического обслуживания оборудования, различные URL-ссылки на документацию, QR-коды, штрих-коды, идентификаторы и много всего другого, которые требуются для эксплуатационных служб, когда здание уже подстроено и необходимо следить за его работоспособностью. Как лучше всего добавлять общие параметры в семейство? Тут существует два варианта. Первый вариант – это когда вы берете и добавляете любое количество всех необходимых вам параметров к своему семейству вручную. Если у вас одно семейство, тогда можно в первый раз добавить все вручную. Вопрос. А если у вас таких семейств в 3, 4 или 5, то что тогда делать? То каждый раз к каждому семейству добавлять параметры вручную становится очень трудоемким. Второй вариант – это автоматизировать добавление общих параметров в семейство при помощи дайном скриптов. Здесь мы заранее готовим список параметров, которые необходимо добавить в семейство в виде обычного текстового списка. А потом при нажатии одной кнопочки прогоняем скрипт, и он автоматом за пару секунд добавляет все параметры из нашего списка. Это уже, конечно, нам будет экономить колоссальное количество времени, что является достаточно классным. Но и у этого способа также есть существенные недостатки, с которыми вы столкнетесь, когда будете работать с большим количеством корпоративных библиотек и поддерживаете эти корпоративные библиотеки в работоспособном состоянии. Третий вариант – это добавление общих параметров при помощи плагина, специально написанной программы, квалифицированной программистами. Это самый идеальный случай. Он мне нравится больше всего. Когда все добавление параметров, удаление лишних параметров, либо устаревших параметров. И замена параметров решается за вас. Опять же, при помощи нажатия одной кнопки. По третьему способу эти плагины должны писать специалисты, программисты. То есть в штате просто должны быть такие люди. И это достаточно очень трудоемкий процесс. Давайте сейчас я покажу вам финальный этап – добавление общих параметров и настройки коннектора. Если мы выберем коннектор, то коннектор я настроил строго по тому, как настроено дефолтное автодескское семейство. При выборе коннектора на панели свойств параметры тип системы, нагрузки, назначение параметров, количество полюсов, напряжение – все сделано по дефолтному семейству. Например, на напряжение был назначен общий параметр напряжения питания. На количество полюсов был назначен параметр количества полюсов. Дополнительно были добавлены параметры в основное семейство материалов. Электротехнические, те, которые даже не зашли в настройку коннектора. Допустим, расчетный ток. И мы этот ток считаем по формуле. Полная мощность, деленная на напряжение питания и умноженная на корень из количества фаз. Габаритные размеры, высота элемента, диаметр элемента, а также параметры для спецификации 9-ти графики. Единицы измерения, наименование, код продукции и тому подобное. Если мы выберем вложенное семейство геометрии и на панели свойств нажмем кнопочку «Изменить тип», то с вами увидим, что на параметры вложенной геометрии были назначены какие-то параметры основного семейства. Допустим, на материал диффузора был назначен параметр материал диффузора, а на параметр корпус высота был назначен параметр высоты элемента. И так далее. Завершающим этапом создания семейства является финишная проверка. Здесь мы должны загрузить семейство в отдельный файл проекта. Мы его называем контейнер-файл. В этом контейнер-файле тестируем видимость семейства на различных видах и степенях детализации. Смотрим, как отображаются общие параметры спецификации. Как изменяется один типоразмер семейства на другой типоразмер семейства. Если геометрия не ломается, то все хорошо. Если геометрия ломается, значит, нужно заходить во вложенные семейства геометрии и как-то корректировать твердотельную геометрию. И здесь, вероятнее всего, она просто неправильно привязана была к опорным плоскостям. Либо же где-то что-то недопривязали. В контейнер-файле мы размещаем семейство. Если у вас это один типоразмер, то пускай он будет здесь стоять один. Если это, допустим, 5-10 типоразмеров, то размещаем в ряд эти 5-10 типоразмеров и подключаем их к системам различным. После размещения обязательно смотрите на 3D-виде, как у вас отображается ваше семейство на различных степенях детализации. Так как мое семейство было настроено, если я зайду сейчас в основное семейство и выберу параметр видимости, то есть дефолтная настройка, то, соответственно, я его вижу на всех видах, на среднем, на низком и высоком степени детализации, то можно для таких простых семейств проверку эту не проводить. Но все равно на всякий случай проверить, мало ли вдруг что где-то выплывет. Обязательно проверяйте на 3D-виде и проверяйте на планах. Финальным этапом проверки является просто визуальный осмотр параметров, спецификации. Мы обычно в контейнер-файлах заранее подготавливаем такие спецификации, где в соответствующих столбцах мы видим параметры, допустим, название семейства, название типа размеров. Давайте я сейчас сделаю покрупнее, чтобы было лучше видно на записи. И потом у нас пошли параметры для 9-графики. Наименование, марка обозначения, код продукции. После параметров для 9-графики дополнительно, например, мы взяли и вывели, захотели увидеть, какие электротехнические характеристики присутствуют в данном семействе. Напряжение питания, мощность, коэффициент мощности и тому подобное. Смотрите, визуально все так. Хорошо. После этого этапа можно ваше семейство загружать в реальный боевой проект, где вы моделируете здание и, соответственно, размещать ваше семейство там и подключать к системам. Сейчас я предлагаю посмотреть те же самые этапы создания семейства целиком, но уже на задвижке ВК. Я подготовил видео с созданием от и до. Оно будет ускорено в три раза. И я буду комментировать на этом видео все этапы. Последовательность работы рекомендую отслеживать по центру экрана. Давайте я сейчас сразу покажу видео. По центру экрана, то есть в области черчения. И не отвлекайтесь на сами инструменты, на вкладках ленты, на панели свойств диспетчера проекта. Вы их сможете посмотреть на записи, когда организаторы выложат ее на канале YouTube, в замедленном режиме, замедлив до скорости, допустим, 0.25. На слайде подготовлен эскиз задвижки и обозначены опорные плоскости. Основные параметры, точки вставки, параметры названы по технической документации. То есть мы здесь не стали изобретать какие-то свои названия или придумывать какие-то названия. В таблице есть параметры d, d, 0, l. Мы точно так же их номиновали на эскизах. И в Revit у нас параметры во вложенном семействе геометрии называют так же. Окей, давайте теперь перейдем к видео и просмотрим видеозапись. В новом семействе создаем каркас из опорных плоскостей на первом уровне опорной. Привязываем этот каркас из опорных плоскостей через параллельные размеры. И тут же задаем зависимости конкретные. Например, 20 мм – это толщина фланцев. И добавляем изменяемые параметры, как L – длина задвижки. Когда мы закончили параметризацию каркаса из опорных плоскостей на одном виде, мы переключаемся на другой, на вид спереди. И делаем точно такую же параметризацию и те же шаги, что мы делали на предыдущем слайде. Это добавляем какие-то изменяемые параметры и добавляем жесткие зависимости для тех же толщин фланцев, например, 20 мм. Дополнительно, если потребуется, мы добавляем еще параметры, которые будут регулировать габаритные размеры твердотельной геометрии. Но эти параметры не назначаются на каркасы запорных плоскостей. Допустим, параметр D при моделировании фланца будет определять диаметр фланца. То есть мы просто чертим диаметр фланца, назначаем параметр D, диаметр фланца у нас изменяется, и после этого мы нашу твердотельную геометрию привязываем к каркасу запорных плоскостей. Всю геометрию, которую вы моделируете последовательно, она должна привязываться к каркасу запорных плоскостей. Сейчас мы моделируем корпус задвижки инструментом вращения. Сами фланцы мы выдавливали через инструмент выдавливания. После моделирования корпуса задвижки мы начинаем моделировать верхнюю часть задвижки, короткий переходик и два фланца сверху. Такие технологические фланцы, чтобы их можно было открутить в реальной жизни и посмотреть механизм устройства самой задвижки, либо что-то в нем подкорректировать. После этого двигаемся еще выше, создаем шток и штурвал. Параллельно с созданием штока и штурвала тех параметров, которые не хватает, мы их досоздаем, если требуется. Также, если требуются, эти параметры определяем через формулу. Когда создание твердотельной геометрии у нас завершается, мы приступаем к работе с материалами. Объединяем всю твердотельную геометрию по одинаковому материалу. Дальше создаем параметр материала и добавляем параметр материала к нашей твердотельной геометрии. Когда работа с материалами закончена, создаем типоразмеры для нашей задвижки. То есть здесь сейчас мы не стали создавать целый размерный ряд, мы просто создали три типа размера – DN50, DN100, DN200. И назначили для них параметры. После создаем основное семейство. В основном семействе добавляем две опорные плоскости, и на этих опорных плоскостях мы размещаем коннекторы трубопроводов. Далее эти опорные плоскости мы параметризируем и назначаем общий параметр длина элемента, чтобы он выводился у нас в спецификации. После производим настройку параметров по дефолтному семейству Autodesk Revit. Добавляем какие-то параметры, изменяем, назначаем зависимости и связываем коннекторы между собой. Теперь мы должны загрузить вложенное семейство геометрии в основное семейство. Почему я остановил видео? Когда мы добавили вложенное семейство геометрии в основное семейство, чтобы переключать типоразмеры вложенного семейства геометрии, мы должны создать специфический параметр. Мы его называем как геометрия. Тип параметра делаем типоразмеры и семейства и выбираем категорию обобщенной модели. При создании этого параметра Revit нам позволит переключать один типоразмер задвижки на другой. Теперь, когда мы этот параметр создали, вот у нас появился вариант переключения одного типа геометрии на другой. Теперь, соответственно, мы когда выбираем наше вложенное семейство геометрии, на панели свойств слева, в самом низу, есть параметр метки. И сюда сейчас мы определим как раз этот параметр геометрии, который позволит нам переключать саму вложенную геометрию. После ведется просто работа с параметрами основного семейства. То есть мы изменяем номинальный диаметр трубопровода, дальше подгоняем длину элемента, чтобы у нас коннекторы подходили в стык к фланцам. И производим добавление дополнительных общих параметров, таких как для спецификации девятиграфки, каких-то инженерных параметров, расходов, потери, давления. И продолжаем работать с этими параметрами, заполняем их. Некоторые параметры, которые будут неизменяемы и вам не нужны их изменять каждый раз, мы можем зафиксировать через зависимость, через формулу. В кавычках просто текстом пишем, что это такое. То есть штуки, задвижка, марка, модель. Добавляем параметр материала в основное семейство. И этот параметр материала основного семейства мы будем связывать с вложенным семейством геометрии. После, когда работа с основным семейством закончена, загружаем его в контейнер-файл, размещаем в контейнер-файле и подключаем к основным трубопроводным системам. То есть просто чертим две трубы слева-справа. Проверяем настройку видимости на различных видов и смотрим, как параметры заходят в спецификацию. То есть если в спецификации мы можем увидеть то, что если параметры зашли корректно и все хорошо, то после этого действия мы берем и загружаем наше семейство в реальный боевой проект и используем его в проекте реального здания. Для дополнительного изучения мы рекомендуем с сегодняшним вебинаром посмотреть еще и предыдущий вебинар, который у нас был в прошлом году по структуре создания MAP-семейств и настройки коннекторов, а также организации корпоративной библиотеки. На прошлом вебинаре мы очень подробно рассматривали такие вопросы, почему нужно работать с шаблонно-метрической системой типовая модель. Также мы разбирали настройку коннекторов и какие-то другие нюансы, которые, например, сейчас на сегодняшнем вебинаре были не так сильно освещены, то на предыдущем вы их можете тоже посмотреть. Я к чему говорю? Это два вебинара, они тесно связаны между собой и рекомендую вам с предыдущим вебинаром ознакомиться. Всем большое спасибо, хорошего дня и всем здоровья. Вячеслав, спасибо вам еще раз. Да, спасибо, Аркадий. Я хочу, опять же, поблагодарить всех организаторов данного вебинара и участников. Спасибо за внимание и до новых встреч. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok